МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь один фонарь поставить, и нормально будет? Да. Темные ночи не только в Сочи. Глава Чебоксар проверил, как освещены улицы поселка Новые Лапсары. Символ как память. В России началась акция «Георгиевская лента». Потрясающее впечатление, невероятное воздействие. Портреты земляков и их далеких предков. В Москве открылась выставка картин Станислава Воронова. Глава Чувашии попросил финансовые службы министерств и ведомств подключиться к проверке выполнения муниципальных заказов. Поводом послужили выводы контрольно-правового управления о выполнении контрактов на ремонт и содержание дорог, которые администрация Канаша заключила с компанией «Стройсервис». Напомню, 28 февраля глава Чувашии, будучи с рабочим визитом, в городе железнодорожников получил жалобы от жителей на состояние дорог. Глава отметил, что выявлено нарушение выполнения контракта. Общая сумма работ – 32 миллиона. Но в актах выполненных работ не указаны конкретные адреса, где производился ремонт. А такая отчетность вызывает вопросы. Если взять удельный вес проведенных электронных торгов, аукционов, вот директор общества «Стройсервис» является господин Жураев Виталий Михайлович, практически абсолютное большинство электронных торгов выигрывает он. Запросы котировок тоже выигрывает он. И с учетом того, что на самом деле горожане возмущались, мне вначале не было понятно, почему возмущается. Со стороны администрации 17 контрольных мероприятий проводили, оформляли 17 актов по тем или иным выявленным замечаниям, нарушениям, но никаких мер дальше не принимали, кроме претензионных писем, которые направили в адрес странного общества. И на этом все. Это заявление Михаил Игнатьев сделал на коррозационном совещании по обеспечению правопорядка в Чувашии. Участники совещания рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия всех органов власти в сфере противодействия экстремизму, сепаратизму и ксенофобии, а также пресечения возможных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Сейчас значительная часть преступлений экстремистской направленности связана с пропагандой в сети интернет национального, религиозного и расового превосходства. Чтобы выявить такие преступления, ежедневно ведется мониторинг интернета, СМИ, интернет-изданий и блогов. Управление Роскомнадзора в дальнейшем выносит постановление о прекращении деятельности изданий, которые наносят вред. По словам прокурора республики Владимира Метелина, ситуация достаточно стабильная. Исплесков активности экстремистов не выявлено. В последние годы в республике не отмечалось серьезных конфликтов, в том числе на этнической и религиозной почве, коренного населения республики с лицами, пребывающими из стран бывшего СССР и Северо-Кавказского региона. Однако в республике все же действуют экстремистские организации. По данным МВД, на сегодня в Чуваше 8 группировок, в них участвует 30 человек. В исправительных учреждениях отбывают уголовное наказание 6 террористов и 30 осужденных из Северо-Кавказского региона. Данные лица находятся под постоянным контролем. Попыток проповедования указанным лицам экстремистских идей среди осужденных не допущено. Большое значение для мира и спокойствия в регионе приобретает профилактика экстремизма и ксенофобии. В средствах массовой информации Чуваше есть программы и публикации о дружбе между народами. В 2014 и 2016 годах планируется создание размещения в СМИ социальной рекламы информационных материалов на отдельные виды правонарушений и отдельные виды преступлений. Хотя, отметил глава, в Чуваше есть издания, материалы которых признаны судом экстремистскими. Их работу тоже нужно анализировать и предпринимать ответные действия. Татьяна Молкова, Игорь Породчиков, Николай Яковлев, Республика. Еще одну проверку по жалобам жителей провели накануне в Новых Лапсарах. В темном-темном поселке есть темные-темные улицы. Это не детская страшилка, а будни жителей одного из районов столицы республики. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видимо, так решил Леонид Черкесов и отправился прогуляться по вечерним лапсарам. О том, что было дальше в нашем репортаже. У нас нет в лапсарах освещения. Вообще освещением очень плохо. Ночью темно. Темно-темно. Ночью я приеду, стемнеет. И вместе с вами пройдемся по всем улицам. Такое обещание городоначальник дал еще неделю назад во время визита в рамках единого информдня. А накануне выполнил его правду в поселок. Леонид Черкесов приехал еще засветло. До наступления темноты он прокомментировал другие вопросы и проблемы, которые услышал на прошлой встрече. Жители жаловались, что пользуясь отсутствием конкурентов, сетевой гигант необоснованно задирает цены. Информация подтвердилась. Мы посмотрели на молочную продукцию выше, хлебобулочные изделия нормально, там мясные изделия по-моему нормальные, на и овощи фрукты выше были. Министр экономического развития провелся совещание с руководством «Магнита». Если они так заявляют, что конкуренции нет, дадим разрешение лапсарах еще супермаркет построить. Желаю, что в Чебоксарах не разрешаем больше строить супермаркеты, лапсарах разрешим. Хорошо бы еще кроме супермаркета в поселке появилось отделение Сбербанка, отметили жители. А то приходится ездить в город. Леонид Ильич пообещал направить руководству письмо. А чтобы в город не ездить для того, чтобы отвозить детей в Чебоксарский детский сад, из-за нехватки мест в лапсарах решили создать дополнительно 60 мест. Для этого на ремонт выделят 6 миллионов рублей. Когда вопросов больше не осталось, за окном был уже поздний вечер. Самое время, чтобы оценить освещенность. На центральных улицах все оказалось не так страшно. Так что кромешную тьму пришлось еще поискать. Однако место, где дорогу освещали только окна домов и на камерный свет телеоператора нашлось. Жители говорят, таких в поселке много. Здесь один фонарь поставить, и нормально будет? Да. Хотя бы один фонарь поставить, уже будет нормально. Две стороны, да? Под угол. Ничего, продумаем? Проектировать надо, здесь ни сети, ничего нет. Поставить по одному фонарю, то есть решить проблему точечно, можно уже в этом году. А вот с серьезным переоборудованием всего поселка все не так просто. Есть участки, где темно, конечно, где надо делать. Мы уже определили те участки, которые будем делать в ближайшее время, буквально до праздников, до 9 мая. Здесь нужно посмотреть комплекс освещения поселка Лапсар. И этот будем проектировать уже на следующий год. Комплексно все дворы, проезды дворам, улицы, они должны быть освещены. Для этих целей деньги в бюджет будут закладывать, планомерно отметил Леонид Черкесов. Так что из сумрака новые Лапсары, вероятно, смогут выйти в следующем году. Ольга Перечкина, Александр Петров, Республика. Сегодня глава Чувашии принимал в рабочем кабинете гостей из Мурманской области. Михаил Игнатьев встретился с председателем комитета по обеспечению безопасности населения этого региона. Владимир Воротников родился в Цивильском районе. И сейчас, живя на севере, он с другими уроженцами республики пытается возродить национальные традиции своей малой родины. На официальную встречу с главой республики гость из Мурманска приехал не с пустыми руками. Михаил Игнатьев, он преподнес необычный подарок – подставку из олейних костей. Передал Владимир Воротников и привет от уроженцев Чувашии, которые сейчас живут на севере. Для них в Мурманске 18 лет назад была создана общественная организация. Название ей присвоили подобающее – Чувашский край. Она объединяет более 400 человек. Вместе они собираются часто и принимают участие в фестивалях и выставках. Свою родину мурманские Чуваши представляют достойно, передавая из поколения в поколение традиции национальных песен и танцев. Каждый год в культурном обществе празднуют Дни рождения Василия Чапаева, Андрияна Николаева и даже проводят собственный Акатуй. Их выступление украшает и ежегодный фестиваль «Дерево дружбы», на котором собираются представители множества национальностей. Мы просто хотим своей организации показать, что есть такой народ, который сильный, дружный, трудолюбивый и может также выполнить любые задачи, объединяясь своей культурой, песнями, танцами. Очень много у нас женщин, даже в 70 лет, танцуют вместе с внучками национальные танцы на сцене. Работаем в школах, в институтах, рассказываем про нашу республику, что есть такая республика, что живут здесь люди, про ее историю, особенно про героические истории ее, то есть про людей. Сегодня в России стартует 10-е юбилейная всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В рамках акции волонтеры будут раздавать символическую ленту в знакомой всем цветовой гамме, которую использовали при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны – Ордена Славы, чтобы напомнить горожанам, какой ценой досталась победа. В этом году акция проводится уже в десятый раз. «Георгиевские ленточки» в юбилейный год отправятся на военные кинофестивали, фотовыставки и даже в космос. Получить «Георгиевскую ленточку» жители столицы смогут в 16.30 на остановках общественного транспорта, улице Николаева и Детский мир. Организаторы рекомендуют прикрепить черно-оранжевые ленты на лацко надежды, сумку или антенну автомобиля в знак памяти о Великой Отечественной войне. Получили свои ленточки и сотрудники службы судебных приставов. Накануне они выехали в Орловскую область для участия в межрегиональной поисковой вахте памяти 2014. Она пройдет в рамках празднования 71-й годовщины освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники управления за 15 дней проведут работу по поиску неизвестных и неучтенных захоронений бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В ней будут искать документы, оружие и боеприпасы. Все найденные образцы вооружения, одежды и личные вещи солдат впоследствии станут музейными экспонатами. Ну а сегодня в ДК «Салют» пригласили тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны. Их поздравили с наступающим праздником, а также наградили почетными знаками и грамотами. Не наступит такое время, когда можно будет сказать «хватит», а Великой Отечественной войне все уже сказано. Слишком много было сделано героями для освобождения Родины. Но герои – это не только те, кто защищал страну на поле боя. Победа ковалась и простыми жителями, дружениками тыла. Не секрет, что ветеранов войны и посредник участников становится все меньше, но также и меньше становится людей, чьим трудом страна выживала в тяжелые 40-е годы. И вот сегодня предприняется попытка со всей республики собрать тружеников тыла, тех, кто ковал победу нашей Родины. Форум тружеников тыла начался с поздравлений. А после официальной части мероприятия – праздничный концерт, который на несколько мгновений создал в зале Дома культуры атмосферу тех далеких военных лет. Каждый, кто пришел сегодня сюда, вынес все тягости той страшной войны. И у каждого из них своя трагическая история. Я училась в средней школе. Окончил ее в средней школе. Меня призывает военный кинетариат. Меня направлены на фронт. Поскольку у нас в семье было много детей, я была старшая, 5 человек детей, все погодки, меня оставили на броню. Как нам трудно жилось. Мы были к нам, давали 300 грамм только, больше ничего. И вода, и что хочется. На целый день 300 грамм беда. Вот мы же выжили. И живем, и будем жить. Дни Великой Отечественной войны с каждым годом отдаляются от нас. Но в каждой семье есть те, кого никогда не забудут. Екатерина Харитонова, Антон Вовк, Республика. В декабре прошлого года в Чебоксарах произошла история, которая никак не укладывается в голове. Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своей крестницы. Женщину будут судить по двум статьям. Незаконное лишение свободы, заведомо несовершеннолетней и убийство малолетней. Обвиняемая была недовольна, что ее двухлетняя крестница, которая проживала у нее по просьбе родителей девочки, оставаясь дома одна, устраивала беспорядок. За это женщина поместила малолетнюю в картонную коробку, перевязала скотчем и уехала. Такое наказание обвиняемая применяла несколько раз. 19 декабря женщина в наказании обмотала девочку еще и скотчем. Вернувшись около 22 часов того же дня, обвиняемая обнаружила малолетнюю уже без признаков жизни. Как следует из материалов уголовного дела, девочка задохнулась от закрытия носа и рта скотчем, а вызванное этим кислородное голодание спровоцировало рвотный рефлекс с последующим попаданием желудочного содержимого в тосвет верхних дыхательных путей. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о утверждении обвинительного заключения и последующем направлении в суд для рассмотрения по существу. 25 апреля день чувашского языка. Этот праздник учрежден в день рождения великого просветителя Ивана Яковлева. На эту дату запланировано множество мероприятий, но торжества уже начались. Одно из них прошло в центре семейного чтения. Сегодня в библиотеке прошла встреча ручей. Хрустальный языка родного чувашская писательница Юлия Селем рассказала о своем творчестве воспитанникам 50-го и 59-го детских садов. Дети в долгу не остались, рассказывали наизу стихотворения, играли на инструментах и исполняли песни. Завтра пройдет образовательная акция «Тотальный диктант по чувашскому языку». Текст для диктанта написала тележурналист, заслуженный деятель искусства Марина Корягина. Все, кто хочет проверить свою грамотность, могут прийти в Педуниверситет и Республиканский институт образования. «Диктант» также будет транслироваться в прямом эфире на национальном радио «Чуваш» и официальном сайте национальной телерадиокомпании «НТРК-21.ру» в 13.00. Работу необходимо будет направить на адрес электронной почты totaldictant.2014sobaka.yandex.ru. Своё отношение к диктанту высказала и депутат Госдумы от «Чуваши» Алена Аршинова. «Я очень рада, что появилась такая идея, и мне кажется, что это действительно повышает и популярность чувашского языка, и сама лично я тоже стараюсь уделять внимание изучению чувашского языка, поскольку всё-таки у меня есть тюркские корни, и сама судьба подарила мне такую возможность изучать язык, и это всё-таки развивает, и мне кажется, что это правильно. Кроме того, я рада, что у всех желающих испытать себя в этом диктанте будет возможность и дома, и на работе, и в школе, и в других местах, где есть компьютер, проверить себя. И всё это происходит в день чувашского языка, 25 апреля, когда мы празднуем день рождения Ивана Яковлева. Я считаю, что всё-таки это такая передовая идея, которой должны последовать и другие народы, которые проживают в Российской Федерации, и я думаю, что это замечательная идея. Мне она очень нравится, и если у меня будет возможность, я обязательно попробую испытать себя в этом диктанте». Завтра же пятилетие отмечает национальное радио Чувашии. В преддверии праздника глава республики подписал указ о присвоении звания заслуженный работник культуры Олегу Прокопьеву, начальнику продюсерского центра радиовещания национальной телерадиокомпании «Чувашия». К другим новостям. Национальная библиотека готовится к всероссийской акции «Библия ночь», которая пройдет 25 апреля. Библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей стране открывают свои двери для посетителей сверхобычного времени работы. Сквозная тема акции этого года – перевод времени. В Чувашии «Библию ночь» посвящают и юбилею Геннадия Айги. К этому мероприятию даже подготовили специальный ролик. Программа акции, как всегда, насыщена. В фойе библиотеки пройдет арт-базар, на котором порадуют гостей вещицами ручной работы. Библиотекари удивят выставками редких и миниатюрных изданий. Умельцы проведут мастер-классы по каллиграфии, изготовлению книжных миниатюр и основам ремонта книг. А шоколадка в подарок достанется каждому, кто станет участником акции «Поэзия в шоколаде» и прочтет наизусть стихотворение. Пройдут занятия публичной школы социального знания и общественной практики. Встреча «Чебоксарские адреса», открытый микрофон и турнир по мотивам игры «Что, где, когда». Начало акции «Библию ночь» в 18 часов. В Центральном доме художника Москвы открылась выставка уроженца Аликовского района Станислава Воронова. Жители Первопрестольной уже знакомы с его творчеством. Недавно его работы выставлялись в Московском доме национальности и имели большой успех у посетителей. В последнее время художник изображает на холстах пейзажи своей малой родины, портреты земляков и изучает историю о булгарах с пристрастием. Именно такое название он дал своей выставке. На очередном вернисаже Станислава Воронова побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. У каждой из этих женщин своя изюминка. Если приглядеться в холсты, то на одной из них можно рассмотреть голубые глаза, а на другой уловить загадочную улыбку. Этих людей Станислав Воронов рисовал с натуры. Кого-то он случайно встречал в Москве на празднике Агадуй, а кого-то в родной деревне. Художник всегда пытается изобразить на портретах черты, присущие только его землякам. В моем представлении чуваши олицетворяют в себе гордость, мужество, терпение, чуткость, доброту прежде всего. Но в своих картинах Станислав Ворнов пытается раскрыть и другую тему. Даже изображая женщин в национальных нарядах, он выискивает в их лицах черты, которые связывают современников с далеким прошлым. Художник уже давно изучает историю древней Булгарии, но больше всего его завораживают правители этой страны. Вот такими автор изобразил Хановку, Брата и Аспаруха. Не случайно в один ряд с ними попало изображение церкви по каравану Нерли. По легенде, она была построена именно булгарскими мастерами. Этими работами восторгались и гости из Болгарии. Потрясающее впечатление, невероятное воздействие. Я это говорю от всего сердца. И в третий раз я обязательно приду. И я хочу даже в Чувашию попасть. Вот Станислав Кириллович так любезно приглашал на ваш праздник в июне. На этой выставке собраны работы, которые вышли из-под кисти художника за последние два года. К примеру, эту картину Станислав Орнов написал буквально за считанные часы. В тот самый день, когда Крым вернулся в состав России. В этих местах он и сам бывал не раз. Во время поездок не упускал возможности зарисовать необыкновенные пейзажи. Воссоединение выражается в виде дулового орла в облаках. Символ нашей Российской Федерации. И, конечно же, золотые купола, которые символизируют православие в России. Выставка о булгарах с пристрастием в Центральном доме художника будет работать до середины мая. Почетные гости, которые посетили экспозицию первыми, картины Станислава Ворнова оценили по достоинству. Митрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Москвы. Таким был этот день глазами корреспондентов программы Республика. Далее вы узнаете о производителях сувенирной продукции. А я с вами прощаюсь. До завтра. В Чувашском национальном музее прошел семинар «Современные награды, подарки и сувениры. Успешные региональные решения». Об актуальных направлениях развития наградной, сувенирной, представительской и памятной продукции. Основной организатор семинара – объединение, диалог, конверсия. Компания работает на рынке наградной атрибутики более 22 лет. Важный принцип объединения – это организация производств в регионах. Сейчас в России проходит много соревнований. Для того, чтобы каждый спортсмен запомнил старты, организаторы вручают специальные призы. Изюминка таких наград – региональная принадлежность. Очень важно использование региональной символики. Мы сегодня здесь много этого показываем, чтобы кубки, медали, призы содержали символику Чувашской республики, города Чебоксары. Ленточка была обязательно флага Чувашской республики. В Чувашии производством наградной и подарочной продукции занимается компания «Информ-Медиа» – официальный дилер объединения «Диалог-конверсия». Каждая награда индивидуальна и технологична. Сейчас рынок наградной продукции – это не просто классические дипломы и кубки. Крайне важен оригинальный дизайн и разнообразие материалов, например, награды с элементами художественных промыслов кжель и хохлома. Появляются специальные тематические предложения к праздникам. В производстве применяются новые технологии персонификации, например, прямая печать, когда станок печатает практически на любом материале, нанося полноцветное изображение. Применение современной технологии в производстве и персонификации, креативный подход в разработке наградной продукции позволяет нам в кратчайшие сроки поставлять на рынок оригинальную, доступную и качественную наградную продукцию. Особое внимание компания обращает на потребности самих спортсменов. Алексей Соловьев рассказывает, что для соревнований неоднократно заказывал всю наградную продукцию в компании «Информ-Медиа». Сотрудники фирмы всегда шли навстречу и готовили запоминающиеся награды. Мы заказываем наградную продукцию, кубки, медали. Всегда все довольны, нас устраивает и качество, и самое главное – отношение. У них очень много новинок, все время эта компания держится, я думаю, что в курсе всех новинок вообще, которые на российском рынке наградной продукции появляются, всегда можно у них найти. Главный принцип работы компании «Информ-Медиа» – совместить цену и качество продукции, чтобы соревнования, прошедшие в Чувашии, были достойны побед спортсменов, развивали патриотизм и оставляли только хорошие воспоминания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok